как же нам поймать энергию эфира и в электричество ее превратить вот я думал все просто будет напаяешь у так вот много вот таких вот высокочастотных диодов можно там d9 d1 d2 d3 d4 намотаешь вот такую вот ультра коротковолновую катушечку ну заземление конечно приделаешь там антенну помощнее здесь я вот понаделал антенны свечевого дециметрового и это сото телефонного диапазона но к этим вот точкам давайте крупным планом покажу это такие диодные полумосты левые правые вот к ним цепляются антенны чем больше антенн тем больше энергии энергия выпрямляется диодами запасается в конденсаторе дальше мы ее используем как хотим а как хотим как хотим обычно сильно хотим обычно таких установок делается много все их делают прекрасно потом их нагружают на что-нибудь вот можно светодиодики сюда вот так вот красиво положить когда конденсатор зарядится энергии эфиров эти светодиодики засветятся вообще идея такая вот странная приходит в голову вовсе не из пустого места вот примеру одна из великолепных идей как ловить энергию эфира с помощью спиральной антенны и и этот как его там компонент сделал и даже там светодиод у него светился но он все врет на самом деле нужно было применять такую знаете схема называется вилка авраамин вот вилка аврааминка это крутая схема и и даже можно в розетку совать и там по одному проводу из фазы выкачивать много кулонов электричества там не то что светодиодики там лампочки светиться будут если в хорошую фазу попадешь еще как вы знаете эфир он же субстанция газообразная а значит ну любой газ сжимается там pv равняется рт физику наверное учили в общем если этот газ сжимать то эфир можно из него выжимать ту самую электрическую энергию есть вот такая установка и она между прочим прекрасно работает вы можете в этом убедиться своими глазами но вообще по чесноку скажу что добыча энергии из радиоэфира это шняга шняжная как жизнь общажная потому как много энергии вы оттуда точно не выкачаете но максимум может быть там при хороших обстоятельствах вы зажгете какой-нибудь светодиодик ну причем зеленый скорее всего или синий а вот красный уже навряд ли он больше энергии живет и если бы в эфире было много той самой энергии радиочастоты то наверное мы бы оказались в зоне повышенной радиоактивности ну той самой радиоактивности которая в микроволновке котлету подогревает а никто из нас себя котлетой не чувствует а если чувствует то извините вам на тарелочку пора если от излучений сотовых телефонах и 3 4g вышек у вас еще не все мозгли спеклись то бросайте вы это гиблое занятие на самом деле из эфира выкачивать энергию ну практически бесполезно и ни к чему любой светодиодик будучи освещенным выдаст вам гораздо больше кулонов электричества чем вот такие хидромудрые установки а поэтому дерзайте и увлекайтесь тем что можно действительно на пользу дела применить а на этом все покеда ребята